Учера у нас был день юриста. Фракция меня поздравила. Это очень хорошо. Это молодой праздник, но очень важный, нужный. И хорошо бы, чтобы Госдума бы тоже как-то отмечала. Хотя бы заслуженных юристов поздравлять. Сегодня у нас постановление будет очень важное по Украине. Мы 20 лет назад предлагали не артифицировать договор о дружбе. Порошенко порвал его перед всем миром. Так ему наплевать на дружбу с Россией. Мы предлагали в этом году прекратить действие договора. Тоже ничего не сделали. Сейчас рада прекратить действие. И в апреле 2019-го никакого договора о дружбе. Ну здесь плюс один. Значит, всё вытекающее из этого договора прекращает действие. Всё. Границ у Украины нет. Обозначенных, закреплённых в договоре. Вот. И мы уже давали информацию, что мы можем поблагодарить Порошенко, что он обозначил уже приблизительно границы Новороссии, которая должна отойти к России. Все 10 приграничных регионов. Надо добавить туда ещё и Житомир, может быть там и Кировоград и ещё ряд территорий. То есть легче отделить западные. Львов, Луцк, Ивано-Франковск, Тернополь, ровно. Вот 5 регионов, которые могут остаться за новым государством Галиция. Всё остальное это Новороссия. Иначе это будет дымить, пыхтеть жертвы и провокации. И провокации больше всего делают свои. Православные, славяне, вместе жили, одна семья, вот всё. Общие предки, язык и самое худшее. Как в семье. Муж с женой при разводе самые худшие отношения. С соседями лучше, на работе лучше, а вот они разошлись, так и здесь. Вот муж с женой разбежались, Россия и Украина. И пошла свара такая, что русских не пускают на Украину. Гитлер для этого не додумался. Наполеон, никто, ни один диктатор. Пиночет, только вот свои братья-славяне. Что русских не пускать. И сотни людей развернули. Ну и наша голова должна соображать. Но вы видите обстановку. Чего вы нарываетесь на провокации? Сидите дома. Что, горит обязательно приехать туда, куда-то, где может быть даже бизнес у них или родственники. Но не важно. Там в СБУ продолжают следственные действия какие-то. по той помощи, которую мы оказывали и будем всегда оказывать Украине, Донбасс, Луганск или другие любые регионы. Но мы предлагаем этому следователю Македонскому приехать сюда, мы ему покажем Госдуму и расскажем, так сказать. Но он тоже сам себя вносит в черный список будущих фигурантов уголовных дел по Украине, которые будут обсуждаться в московском гарнизонном трибунале. Как был в Нюрнберге процесс, так в перспективе будут процессы над киевской хунтой. Значит, ну, в повестке дня у нас небольшое увеличение МРОД. Мы всегда говорили о 20 тысячах. И надеемся, что когда-нибудь к этому придём. Уже 12 тысяч на работу сейчас. Сегодня увеличим, то 12 тысяч на работу, да? Меньше. Меньше? Один с копейками. Постепенно доведём до 20 тысяч, чтобы это был минимальный. Ну, защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью, развитию, конечно, трудно перекрыть все каналы информации, но вести разъяснительную работу и в школе, и дома, и со стороны каких-то внешних ещё сил, потому что действительно детская голова, трудно ей всё это переварить. Во Франции сотни задержанных, горит вся Франция, сотни людей предстанут перед судом, сотни автомобилей сожжены, сотни баррикад возведены, школьники вышли на всеобщую забастовку. Почему так произошло? Этого бы не было. Всё организовано. Никогда массы не выйдут одновременно везде по всей стране. Всё проплачено, потому что Макрон заявил о необходимости создания отдельной европейской армии. Вот. Тогда один француз Троскан, по-моему, фамилия была, заявил тоже о том, что там МВФ не всё так правильно делает. И вместо того, чтобы участвовать в выборах, президента Франции в тюрьме отсидел какое-то время. Потом признали невиновным, но сорвали его карьеру. Теперь Макрон, видимо, своё отработал, надо, можно его убирать. Устраивают повторение. Май 68-го года. Вот так же началось во Франции. Студенты всё перекрывали с баррикады, с рабочими. Начали студенты. Москва подбодрила рабочих, и они вышли. Деголя нету, а мы потеряли поддержку элиты французской. А почему Деголя убрали? Потому что проводил независимую политику. Вот это, может, всё видно и сегодня, как издеваются над Макроном. Ну, с мест мы проверяем жалобы. Вот. Омск, Ярославль, Тюмень. Жалуются подорожание бензина. В Омске китайцы выиграли тендер. Нефтяной тендер. Идёт заселение части территории. В Ярославле отменили бесплатное питание для детей в начальных школах. Это выплачивалось через местный бюджет. Видимо, не хватает денег. Вот теперь старикам попозже на пенсию, а дети без детского питания в начальных классах. Я сам помню это. 30 копеек обед стоил в школьном буфете. Это, значит, 30 рублей. 3 рубля. 30 рублей обед. Вот. Пирожок 5 копеек. 5 рублей. Ну, это платить надо было. У меня не было каждый день, чтобы пирожок купить. 5 рублей не было у меня. Я ждал перерыва. Голодный был. Перерыв можно было купить. Вот. Прошло 50 лет, и детям бесплатное питание отменили. Ярославль. Вроде богатый город. Ну, и Тюмень. Много газа добывают там. Может быть, самое большое количество газа. И что? Газификация не завершена. По всей территории СССР. Украина с газом. Белоруссия, Прибалтика. Я жил в Казахстане. 100% газифицирована. Тюмень, которая добывает газ для всей планеты, до сих пор газификации нет. Это вот ленинская национальная политика. И кончается практически войной с Украиной. И военное положение там, и провокации там, и будут пытаться разрывать дипломатические отношения. И русских тормозят. И дальше, дальше будут всякого рода провокации. Никакой. Это дикая национальная политика. Я перечитал Сталина сейчас, и он ссылается на Ленина. Так они думали, будет хорошо. Но прошло 100 лет, ничего хорошего. Ничего не добились. Только самые отрицательные результаты. И признать не хотят. Все равно Зюганов выступает, говорит, мы там поехали, мы там помирили. Да что вы помирить? Элиту с элитой помирили. Народы никогда не дружили. Особенно с соседей. Соседи хуже всего живут. Это Кавказ показал, Средняя Азия показала. И вот Украина и Россия показала. Прибалтика и Россия показала. Нельзя. Здесь не должно быть границ национальных. Должна быть как при царе территории, поделенные на губернии. А еще лучше по-русски наместничество. И не губернатор, а наместник. Ну вот все, русский язык не берегут. Каждый год перекраиваем карту, название меняем. И это плохо. Поэтому будем надеяться, что год завершится более-менее спокойно. 20 декабря у нас последний день заседания Государственной Думы. И сейчас мы, так сказать, будем главный документ принимать постановление по Украине. Документ великолепный. Лучше, чем в МИДе готовят. Это заслуга комитета нашего под руководством, нашего Леонида Эдуардовича Слуцкого. Он не любит похвалу, но я это прямо в зале заседания скажу. Никто так хорошо не работал. Я их помню всех. И Лукин, и Рогозин, и Пушков, и Косачёв слабые были. Может быть, они хорошие люди, но вот той, так сказать, чёткости в работе, энергетики, так сказать. Ведь международный комитет – вся планета. Он играет огромное значение. СНГ есть комитет, ну это 10 стран. А комитет по международным делам – 200 стран. И там, где война идёт, сегодняшняя война, это куда сложнее определять. И Слуцкий во главе комитета добивается успехов в тех возможностях, если МИД не может, и президент что-то не так делает, мы же, Слуцкий не может их обогнать. Он не может заставить Трампа встретиться с нашим президентом. Но по парламентскому измерению, парламентский комитет сегодня самый мощный в мире. Его слышит вся планета. И Леонид Эдуардович не должен, так сказать, избегать похвалы, ибо я редко кого хвалю. Но я вижу сам, потому что я сам международник. Я не специалист по строительству или по здравоохранению. Моя профессия – востоковед, международник. И я знаю, как это тяжело, и как тяжело добиться успехов. Вот сегодняшнее последнее, которое мы примем в 13.30 – это успех. Успех комитета по международным делам и лично Леонида Эдуардовича Слуцкого. Мы закончили. Всё. До свидания.